Всем привет! С вами я, Вика, и вы на моём канале. Сегодня мы пойдём за чехолом. Вот. Мы пошли на Вайлдберрис. Забирайте Викин чехол. Погнали! На улице сегодня вообще красота, по-моему. 16 градусов, по крайней мере. Пока не холодно. Но ветерок прохладненький. Стоило открыть ворота. И... Слава богу, что это какая-то квитанция просто. Пишите в комментариях, кто теперь тоже боится бумажек в почтовых ящиках. Да, у нас вешенка росла. Кто у тебя? Коти и фон. Покажи. Коти и фон. Ну что, мы уже дома. Сходили на Вайлдберрис. Сейчас ещё в магазин. Сейчас покажу заказы. И начну, наверное, давайте с заказов на Вайлдберрис. Заказала себе очередную тёрку. Потому что я уже не знаю, какие тёрки брать. Они то ржавеют, то они ни черта не натирают. Брала разные в магазине. В этот раз заказала с таким контейнером. Сейчас я маленько тут вам пошелесю. В общем, вот такая тёрка с контейнером. Ну, он, конечно, никак не крепится. Почему я её взяла? Потому что здесь только два вида тёрки. Это мелкая и крупная. В принципе, мне больше никакую не надо, чем вот эти вот там шестигранные, восьмигранные всякие есть. Половина не используется. Ну, места занимать. В общем, не знаю. Я взяла попробовать такую тёрку. Не знаю. Надеюсь, она будет острая здесь. Мне что понравилось. Здесь у неё вот эти вот штучки, как показать-то, ну, вот эти штучки сами, они заточены в две стороны. То есть, не как у обычных тёрок. По крайней мере, у меня такие были, только в одну сторону была заточка. А это, получается, должно. И так как я думаю, натираться быстрее. Что здесь так же и здесь так же в две стороны. Тёрка, чеснокодавка. Наверное, такие чеснокодавки есть у всех, кроме меня. Почему её заказала? Потому что для того, чтобы зубчик чеснока куда-то потереть, приходится пачкать всю тёрку. Заказала себе такую. Не знаю, как она будет в работе, как в деле. Ну, посмотрим, такая увесистая и тяжёленькая. Потом в деле попробую расскажу. Заказала вот такой нож. Фигурная овощерезка. В общем, такой, да. Он такой здоровый, кстати, почему-то на фото и на видео. Он не такой огромный, кажется. Будем фигурно резать картошку. Так. Дальше. Такие зажимы заказала. Решила делать сама себе маникюр. Пытаться учиться, не знаю. Но на маникюр всё равно сходить не получится в ближайшее время. Благодаря товарищу. Поэтому буду сама пробовать делать. Я уже половину, кстати, заказывала. Но ничего не снимала. Я, как всегда, и заказала базу с топом. Не знаю, я смотрю Вику Дорошенко. У неё, по-моему, всё этой фирмы. И тоже решила заказать. И, как они, оказывается, они ещё и не такие дорогие. Мне кажется, наверное, что это средняя цена у них. В прошлом заказе. Что у меня с фокусом? В прошлый раз я заказывала кое-какие лаки, лампу. И так. Так, дальше у меня идёт уже магнит косметик. Сходила за подгуйниками. Честно, не знаю, какие брать. Решила попробовать такие. Мне кажется, это вообще какие-то новые. Не знаю, пишите, новые или нет. Но я первый раз их у нас увидела. Взяла попробовать такие. Не знаю, что, как они там внутри. Три месяца, 4,9 килограмм у нас. Вес. Ой, 4600, по-моему, что ли. Не помню. В общем, взяла такие попробовать. Не знаю. Я брала до этого бамперс и мерис. Хаггисы брала. Хаггисы мне не нравятся. Во-первых, из-за того, что у нас раздражение. И уже, получается, третий раз я давала им хоть какую-то шанс и надежду. Но нет, мне не нравятся. Почему-то именно у хаггисов вот этот какой-то шариковый наполнитель на коже остается. Протекают. Ну и, как я уже говорила, раздражение. Про эти подгузники потом расскажу, как они нам. Дальше взяла ласку для черного стира, черные вещи. Ой-ой-ой. Средство для посуды. Опять же, все равно взяла синергетик. Смотрела какой-то, по-моему, какие-то подешевле там были. Но у них был объем ровно в половину, по 500 миллилитров. Ну и так, если сложить, чтобы было до литра, цена выходит та же самая. Там плюс-минус 5-10 рублей. Поэтому я решила взять себе снова синергетик. Крем для рук взяла. Не знаю. У меня очень сохнут руки. Не знаю. Написано для сухой и очень сухой кожи. Вообще, мне белорусская косметика нравится. Посмотрим, как крем будет. Он такой большой. Здесь получается 150 миллилитров. Не знаю. Посмотрим. Кстати, у кого такая же проблема с руками. Пишите, каким кремом для рук пользуетесь. Чтобы именно хорошо увлажнялось. Чтобы не было вот этой вот пленки и все такого. То есть, чтобы он именно впитался и хорошо увлажнил. Попробую вот этот крем. Потом расскажу. Ну и купила, конечно же, немножко детских вещей. Взяла... Ой. Уронила. Взяла Гоши немножко вещей. Все-таки половина вещей. Большая часть даже, что у меня осталось от Максима. Нам они, можно сказать, не подходят. Не подходят по времени года. Не подходят по размерам. В общем, я покажу, наверное, может быть, если интересно, кому в следующем видео, какие вещи все-таки удобные для малыша. Ну, по крайней мере, месяцев до шести точно. Которые более удобные. В общем, взяла слипик обычный. Взяла рост 62 с 56-го. Мы уже все выросли. Швы наружу. Все на кнопочках. Это очень удобно, когда кнопочки идут с двух сторон. А не когда вот так вот на одну ножку. Ну и вот я потом расскажу. Взяла, значит, такой слипик. И вот такой. На мальчика у нас в магазине выбрать вообще очень тяжело. Все либо какое-то яркое цветное, либо девчачье. Такого более светлого ничего нет. Вика мне сказала, что похоже на девчачьи из-за сердечек. Ну, в принципе, здесь голубые енотики. Поэтому взяла такой. Цена 350 рублей. А у этого, даже не скажу, но, наверное, скорее всего, так же стоит. Потому что одинаковые фирмы. Здесь тоже швы наружу. Ножки, но тут уже открытые ручки. Такой слипики два взяла. И Вики взяла обычные такие прозрачные резиночки. Потому что делать ей... Иногда делаю ей косички маленькие. Волосы у нас жиденькие без этого. Просто маленькие косички. Такие резиночки, они в самый раз. 420 стоит вот этот слипик. Вот этот слипик 420. Это 350. Хотя, знаете, тоже интересно. Так цены ставят. Одна и та же фирма. Один и тот же материал. Я понимаю, один был тоньше, другой потолще. Нет, все одно и то же. Только расцветка разная. Ну и цена разная. Интересно, конечно, цены ставят. Так. И резиночки. Вот эти 13 рублей стоят. А, еще я брала Максику трусики. Ну, трусики уже Максик забрал. Потому что у нас любит быстренько все примерить на себя. И брала обычные плавочки. Плавочки 100 или 155. Ну, если уж я начала про Вайл Берес говорить, давайте покажу предыдущий заказ. Заказывала лампу и так, понемногу. Пейзворсовые салфетки. Заказала маленькую пачку. Мне кажется, здесь вообще не знаю, насколько их хватит. Жидкость для удаления липкого слоя, да, обезжиривания. Так. Далее заказала такой ремувер, по-моему, если он правильно называется, да. В общем, это жидкость, которая удаляет кутикулу, растворяет. Такой лак написано было для педикюра. Ну, да, оно написано, что для педикюра. Но мне кажется, без разницы, наверное, какие ногти мазать. Еще не пробовала его. Не скажу. Так, это мое. Так, дальше. Заказала вот таких два лака. Ой, блин. Это, по-моему, двухфазный лак, если я не ошибаюсь, правильно, наверное, назвала. То есть это лак, который не нужно заморачиваться, сидеть, столб, базу наносить. Здесь, в общем, все три в одном. Покрасил, тут же посушил. Но у меня вот уже как бы он облез. Не особо крепко он держится. Поэтому... Ну, еще с тем, что посуду я мою вручную. Иногда что-то застирываю. В общем, у меня неделю, наверное, продержался. Все, я в один слой наносила, все. Да, пойдет помазаться. Даже неделю походить, там уже надоедать что-то новое хочется нанести. Дальше набор таких пилочек. Такие я уже их заказывала себе до этого. Это мое, это мое. Дальше здесь я уже, честно, не помню. Вот с ремовером, кстати, были в подарок. Вот такие наклейки, слайдеры, наверное, правильно называются, для ногтей. В подарок к ремоверу шли. Это мое. Дальше здесь лампа. Светодиодная лампа, не знаю. Я ее заказала за 650 рублей, по-моему. Вчера в магазине у нас посмотрел, полторы тысячи стоит точно. Такая же, не знаю, в чем разница. Ну, вроде такая же по мощности, все такая же была. В подарок к лампе шло масло для кутикулы, щеточка, баф. По-моему, там две салфетки было и штук пять палочек апельсиновых. Где-то было еще одно масло. Но у меня, по-моему, здесь уже кто-то заглядывал в коробку. Ну, в общем, еще, по-моему, с пилочками или с тем ли, шло еще апельсиновое масло. Это с клубничкой, а то было апельсиновое. Ну, уже здесь, я говорю, заглядывали в коробку. И такой вот зарядник к нему. У меня была до этого лампа. Я пыталась уже себе делать маникюр. У меня была лампа обычная, там такие лампы были. Но мне не задалось. Я долго его не делала. Сейчас снова решила попробовать, потому что, ну, хочется, когда время свободное. Вот. Короче, кто чем пользуется, какие-нибудь, ну, фирмы хотя бы, напишите в комментариях. Буду, честно, очень рада. Может быть, есть что-нибудь такое хорошее и бюджетное. Так, сейчас надо белье развесить, стирку закинуть. И хочу рассказать интересную историю, как я, короче, убила свои белые простыни. Заказывала на Вайлберс черную краску для тканей, чтобы покрасить футболку. Штаны, в общем, там пятна от белизны оставались. По инструкции закинула все в стиральную машину. Там можно было покрасить и вручную, и в стиралку. Но мне было быстрее в стиральной машине постирать, потому что, ну, нужно делать все быстрее по возможности. Закинула в машинку. В отзывах писали, прям все, она хорошо красит. Ничего плохого не было. Я, значит, постирала эти вещи. У меня вся машинка, потом была черная. Вся вот эта резиночка, которая в машинке есть, она у меня вся, короче, была черная. Я почистила ее со средством для... Заколебалась уже, честно, держать телефон. Так, поставлю. Закинула, короче, средство для машинки, для очищения. Потом не помогло. Ну, более-менее она прочистилась. Я думаю, ну, ладно, наверное, все как бы, ну, вычистилась, все-таки там прополоскалась, все. Нужно было закидывать стирку. Естественно, нужно было закинуть что-то более темное. Но мне нужно было выстирать постельное белье, непромокаемую простынь и простыни с детских кроватей. Закинула, положила туда, короче, тряпочки. А вот эти, которые цвет в себя берут, если что-то линяет. И вытачила простыни. Сейчас покажу это, капец. Белые простыни. Просто я их убила. Простынь, наволочку. Теперь они просто серые. И просто теперь только все на выброс. Ну, в этом вся я. Я не я, если я что-нибудь не накосячу. Ну, ладно, что. Нашла простыни на Вайлдберрис, более-менее, которые были самые дешевые. На резинке, которые на матрасник непромокаемый у меня покрасился. Только боковая резиночка. Ну, сбоку, который матрас закрывает. А сам вот этот верх, он такой махровый, его, видимо, эта краска не взяла. Но зато краска закрасила пятна от белизны. И обновила прям, ну, черным цветом. Прям такой стал. Ну, как новый. Ну, простыни. Теперь только на выброс. Пока я не забыла, спрашивали у меня под видео, что у меня за салфетки стоят на столе. Я беру вот такие салфетки такого плана. Это не бумажные полотенца. Салфетки для уборки универсальные. В фирме беру абсолютно разные, чтобы было по количеству немало и по цене приемлемо. Видите, вообще, я, по-моему, заказывала на Симоленд как-то. Но они продаются, мне кажется, в любом хозяйственном магазине, наверное. Доготавливаю сегодня спагетти. Сейчас мы уже не знаем, что готовить. Так что, девчонки, пишите, что кто готовит из вторых блюд. Что-нибудь такое вкусное, незамисловатое из доступных продуктов. На обед дети кушали спагетти. А для нас с мужем решила приготовить шаурму. Я уже не раз рассказывала, показывала, как ее готовлю. Но вообще, в принципе, шаурму готовит каждый по-своему. Кто как любит, кому как нравится, кто как считает нужным. Поэтому, думаю, нет смысла снова повторять, что я добавляю каждый раз ингредиенты. У меня, можно сказать, одни и те же. Единственное. В этот раз у меня не было помидор. И помидоры я заменила домашней хреновиной. Получилось очень вкусно. Но мне понравилось. Хотя, в принципе, хреновина. Те же самые помидорки. А зачем ты мне планшетик сюда несешь? А мне зачем здесь? Подожди. Мясо, ну возьми и съешь. Возьми. Чего? А у меня кот-то. Что, горячо, что ли? Папа. Да попей. Папа. Папа. Чего ты собрал? Максимка, ты кадра. Вкусно? Нет. Нет. Ага, всю мороженку съел. Нет. Брат. Прогулка перед сном. Брат. Максон, просыпайся. Мы уже почти дома. А потик-то будет есть. А зачем ты его травишь? Сейчас пончика нету. Все, почти сейчас домой. Придем и ляжем спать. А нету пончиков. Сказали, есть. Нету пончиков. Я сказала, я взяла срок вообще. Сынок, ты уронил яйцо? Кинда свой. Ну, что это такое? Смотри на него. Солнышко съел и все. И все. Баю-баю-баю. Баю-баю. Проснись. Проснись. Э. Максим. Лупаха. Проснись. Максим. Максим пожелал всем спокойной ночи и лег спать. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова